Добрый вечер Гомель на Беларусь 4 прямой эфир и каждый из вас может стать его участником. Телефон нашей студии 34 22 43 и сегодня мы поговорим о том, как экономить на жилищно-коммунальных услугах. Нам очень интересно, дорогие друзья, какая часть вашего семейного бюджета уходит на услуги ЖКХ и вообще как вы экономите в быту. Звоните в студию, пишите в Вайбер, оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Сегодня мы расскажем, как будем платить за квартиру и услуги ЖКХ с нового года, научимся в прямом эфире экономить воду и свет, узнаем все про светодиодные лампы и выберем безопасный газовый котел. Топление и тарифы – основные вопросы, которые беспокоят нас этой осенью. Вот если посчитать по сентябрьским тарифам, то среднестатистическая семья из трех человек, проживающий в двухкомнатной квартире, платит за услуги ЖКХ сейчас около 76 рублей. Это вместе с отоплением и подогремом воды. Вот как сэкономить на коммунальных услугах в масштабах семьи, в масштабах города, а может быть даже целого региона, узнаем сегодня об этом в нашей программе. Совсем скоро в студии появятся наши эксперты, а пока я хочу задать эти же вопросы нашим зрителям в студии. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Горецай Сергей Георгиевич. Скажите, пожалуйста, вы экономите в быту? У вас есть какие-то секреты? Ну да, свои секреты есть. Я использую разберегающие лампочки уже года полтора-два где-то. Так. И вот последнюю неделю я купил себе светодиодную лампочку теплого цвета. Очень понравилось. Ну также на воду у меня стоит такая насадочка специальная для сбережения. На кранах, да. Ну месяца три стоит. Ну пока, ну вроде бы когда. Вроде когда. Вы почувствовали уже экономию какую-то в законодательстве? По холодной воде, да. По горячей пока не скажу еще. Все еще впереди, да? Да, все еще впереди, да. Спасибо большое. Аплодисменты для вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Леонид. Леонид, скажите, пожалуйста, как вы экономите в быту? Вы молодой человек, и наверняка своей семьи еще нет, но она живет с родителями. Да. Так. Вообще вот эти проблемы коммунальных услуг вам знакомы? Очень ощутимо, даже если просто подогревать воду в обычном чайнике, либо электрочайнике. Электрочайник очень сильно употребляет, либо вытяжка на плите очень сильно употребляет. Поэтому вы отказались от вытяжки и от электрочайника или нет? Отказались от электрочайника, а вытяжка просто следить, чтобы зря не работала. А скажите, пожалуйста, сколько часов в день работает компьютер в вашей комнате? Часа три. Да? Этого вам достаточно? Да. Ну, вы не слишком расточительны для своей семьи. Эти аплодисменты для вас. Спасибо большое. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Марина. Марина, скажите, как вы экономите в быту? Очень интересно. Молодая девушка. В принципе, вам эти знакомы проблемы? Да. Я не пользуюсь посудомоечной машиной, слежу за тем, чтобы из крана не капала вода. Вы действительно следите за тем, чтобы вовремя ремонтировать кран, да? Ну что ж, спасибо. Есть еще один молодой человек. Хочется задать ему вопрос. Как вас зовут? Да, я экономлю всю жизнь. Юра меня зовут. Так, его здравствуйте. Как бы очень много наэкономил. Ну, в частном секторе живу, поэтому у нас основное это газ, электричество. Чтобы газ экономить, нужно котел современный поставить. Он у вас стоит? Да, дома термостат, который, чтобы не перегревал там ни на градусик, он четко вот отключает газ. Ну и отопление поменять из старого. Помните, такие трубы были металлические, нужно заменить на тоненькие. Вы все это сделали? Да, все сделали. Как бы это... Ну, только установка вот того приборчика, там на столе лежит такой термостат комнатный. Он где-то дает 25-30% экономии. Вот. Куда потратили сэкономленные? Купил светодиодные лампочки. Так. Вот. И купил те лампочки, которые в коридоре, например, не все время горят, а зажигаются от движения. Юрий, нам не поверят, что мы, подумают, мы специально вас пригласили. На самом деле, вообще, спасибо вам большое за эту информацию. Аплодисменты для вас. Дорогие друзья, а вот что действительно должна делать каждая семья, чтобы почувствовать экономию на услугах жилищно-коммунального хозяйства? Сейчас поговорим об этом в нашей программе с нашим экспертом. Я хочу пригласить в студию Олега Викторовича Спиридонова, заместителя генерального директора государственного объединения. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста, жилищно-коммунальное хозяйство Гомельская область. Рады видеть вас в нашей студии. А вот как правильно платить за воду и как ее экономить, об этом мы поговорим сегодня с Александром Николаевичем Смарченко. У нас в гостях начальник абонентского отдела предприятия Гомель Водоканал. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. Присаживайтесь, рады видеть вас. Ну, первый вопрос. Олег Викторович, конечно же, в свете последних событий после республиканского семинара по вопросам развития ЖКХ население обсуждает самый главный вопрос. Что будет у нас с тарифами с 1 января? Ну, кто следил за этим мероприятием, наверное, слышали, что подведя итог этого мероприятия, президент сказал, что тарифы на ЖКХ будут расти в следующем году на 5 долларов, то есть в эквиваленте. И, соответственно, если брать семью из трех человек и квартиру на 48 метров приблизительно, то это вот будем считать, что на 10 рублей вырастут тарифы. Также хочу отметить, что тарифы в нашей стране все-таки регулируются тоже указом президента 72-м и полномочия по регулировке тарифов на теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Это предоставлены эти полномочия Совету министров. Ну, а все остальные, скажем так, это уже регулируется по решению Басполкома по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Вот, поэтому, скажем так, не ЖКХ определяет тарифы, а то, что уже будет отрегулировано по этим тарифам, будем работать. То есть определены очередные 5% с 1 января? 5 долларов. 5 долларов, то есть 10 рублей в среднем будем ждать роста тарифов. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, Олег Викторович, вот стимулирует ли нас, вот, допустим, возьмем наш Гомельский регион, постоянное увеличение тарифов на ЖКХ быть более экономными? Что вообще показывает статистика последних лет? Ну, как правило, неизбежно, что тарифы будут расти все-таки, и когда-то мы выйдем, наверное, все-таки на 100%. К сожалению, сейчас вот людей пугают, что уже на 100% мы, конечно, нет, потому что если даже взять тариф на теплоснабжение и за гикокалорию сейчас мы платим, ну, порядка 17 рублей, да, то фактически, если без стоимости 90 рублей, и поднять, то есть 16%, грубо говоря, мы плачиваем теплоснабжение. И сразу поднять 5 раз тариф, конечно, этого не будет. А во всем мире, конечно, рост тарифов и сами тарифы, они людей стимулируют к тому, чтобы, конечно, экономить. Это касается всех, это касается физических лиц, то есть нас с вами, это касается юридических лиц. И, конечно, тарифы растут, и, конечно, люди пытаются как-то экономить, и все, в принципе, я экономлю, и вы все, конечно, будем экономить. Ну, я, конечно, тоже, вот какие сейчас, значит, наши уважаемые зрители в студии говорили, что установили светодиодные лампы, я тоже, конечно, установил дома светодиодные лампы, конечно, у меня борьба идет еще с электрочайником, очень в доме такая серьезная. Не можете, да, не можете позволить так. Ну, да, остальные моменты, конечно, вот и компьютеры, все остальное, и свет выключать надо, поэтому по воде тоже экономия, к сожалению, не всегда это получается, потому что по многим причинам здесь, и, конечно, в первую очередь, это, на сегодняшний день, все-таки много зависит по электричеству, я имею в виду от техники, которая класса А, конечно. Тогда она, да, берегает. Это плюсы, да, большие плюсы, которые дает экономия. Ну, а если стоит старая техника, понятно, что экономия пока слабая. А вы считали, сколько получается экономия, например, вот в вашей семье, когда вы поставили другое освещение, стали более... Вы знаете, у меня очень было большое потребление электричества, и вот когда были установители лампы, то есть уже такие, то, скажу, наверное, вот киловатт, 50 мы стали экономить, это минимум, 50-70, потому что довольно большой было. Ну, вот существенная экономия. Ну, что же, аплодисменты, спасибо. Спасибо. Александр Николаевич, а что про воду? Скажите, научились ли мы экономить воду в последнее время? Ну, экономить воду люди начали, ну, или начало отражаться на нашей работе экономия воды, когда с 2007 года стала массовая установка счетчиков приборов индивидуального расхода воды. То есть, если в 2007 году среднесуточное потребление на одного человека в городе составляло где-то 250-260 литров, то на сегодняшний день это уже расход составляет в среднем 120-130 литров. То есть, даже не 140, которые, в принципе, лимитированы, да? Ну, и, соответственно, конечно, и тарифы тоже сказываются, цена. Вы знаете, мы сейчас вернемся к этой теме, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем наших зрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, есть такой вопрос. Как вас зовут? Зовут меня Владимир Иванович. Я в своей квартире за свои деньги в четырехкомнатной поставил пять пластиковых окон Бекер Систем. Так. Значит, это случилось уже более пяти-шести лет назад. Хотелось бы вот, чтобы мне теплоснабжающая организация хотя бы 5-10% сделала скидку на услуги отопления. Вот как такой вопрос? Прекрасный вопрос. Хороший. Спасибо. Аплодисменты. Очень интересный вопрос. Ну, мы вряд ли сможем на него ответить конкретно, но, в принципе, предложение очень интересное. Как вам? Да, интересное предложение. Тоже стоило шесть, конечно, у Компи. Вы тоже хотите, чтобы вам дали скидку. Я бы тоже с удовольствием получил скидку, но ситуация такова, что на следующий день, поскольку, я повторюсь, мы оплачиваем порядка 16% за теплоснабжение, пока, наверное, это нереально. Но, скажу, что рассматривается программа по энергосбережению, по тепловой модернизации жилищного фонда, где, наверное, все-таки, я надеюсь, будет предусмотрено то предложение, которое мы, значит, уже давно пытаемся все-таки внедрить. Люди, которые, значит, не установили энергосберегающие окна. То есть нету все-таки при выходе, грубо говоря, дальше на 100%, ну, нету логики, когда один человек платит, у которого, как у нашего человека, который позвонил, стоят пять окон, да, то есть энергофиктивные окна, стоят какие-то мероприятия, и тот, у которого стоят, простите, деревянные старые рамы, одинаково платить не должны при том, что они платят по общему счетчику. Поэтому это рассматривается, то есть здесь, наверное, все-таки какой-то повышающий коэффициент для той категории граждан, которая не занимается, значит, экономия тепла, наверное, все-таки будет. Ну что ж, спасибо, интересный вариант ответа. Мы продолжаем нашу программу. Хотелось бы вернуться опять к экономии воды. Вот, кстати, есть такая статистика по стране. 82% населения укладываются в социальные нормы, которые обеспечиваются государством. Вот интересно, как часто вот гомельчане все-таки превышают социальные вот эти лимиты. Вот мы говорили, 140 литров на человека в сутки. Расскажите, что происходит? На сегодняшний день тоже, ну, будем так говорить, каждый пятый литр воды наши гомельчане оплачивают по повышенному тарифу. То есть, ну, грубо говоря, получается, каждый пятый житель у нас не вкладывается, не экономит. Ну, каждый решает сам, ли мыться ему в ванне, или принимать душ. Ну, о том, как, да, что экономнее, мы еще поговорим в нашей программе. Кстати, вот по официальным данным, каждый день полумиллионный гомель расходует почти 100 тысяч кубометров воды. И в расчете, если на дна у человека, ну, простая арифметика, это почти 200 литров. Вот откуда такие огромные цифры у нас рисуются? Ну, 100 тысяч, тут имелось в виду, что 100 тысяч потребления города в среднем, ну, это и потребители, и организации, и учреждения, и все такое проще. Если брать чисто население города, то среднесуточное потребление составляет 60-65 тысяч. Оно только увеличивается, как говорится, до 100 тысяч. Это летом, когда полив, тогда, ну, за счет частного сектора, тогда, да, доходит потребление населения 100 тысяч. Александр Николаевич, а вот любопытно, как наши траты на воду выглядят на фоне, допустим, других областей, может быть, даже стран? Ну, насчет областей, в принципе, тариф же у нас единый, как бы, для всей республики. Не, ну, каждый, может быть, тратит по-разному? Ну, ясно. А насчет других стран, ну, все наши соседние страны, можно только сказать одно, на только одной Белоруссии существует субсидируемый тариф. Во всех остальных странах уже давно оплачивают полную стоимость воды. При этом, ну, стоимость воды еще зависит от того города, в котором живешь, то есть, склаживается. Ну, можно сказать, что, допустим, в Москве стоимость, если вода у нас стоит 57 копеек, то в Москве стоит рубль 12 на наши деньги. В России, на Украине тоже больше рубля, Латвия, Литва, Польша, там вообще больше двух рублей. Мы про литр сейчас говорим. Про литр говорим сейчас. Про куб, про тысячу литров, да, на наши деньги. То есть, ну, видно, что у нас значительно дешевле вода на сегодняшний день. Здесь я бы что еще добавил, чтобы вот наши телезрители уже понимали, что ту воду, которую поставляет вот там водоканал, она очищенная. То есть она прошла очень-очень много уже ступеней. Ее подняли, ее очистили, ее подали нам, и вот я все-таки вот задумываюсь, да, вот 70, 57 копеек, получается, люди платят за кубометр воды. В магазине мы видели, что пятилитровая канистра воды практически той же стоит сколько? В разы больше. Поэтому вот должны понимать, что нету в Германии там еще где-то такой воды, которую очищенной водой поливают огороды и так далее. Это уже расточительство. Поэтому, наверное, вот я всегда говорю, что вода столько стоит, наверное, не должна. Ее поэтому надо беречь. Ну что же. Можно просто еще хочу добавить. Ну, наверное, сейчас многие же люди у нас любят ездить, отдыхать там в Турцию и все другое. Вот в другие страны приезжаешь, ту же самую Турцию, там сразу предупреждают. С крана воды не пить. А в Египте самая дорогая это вода. А у нас питьевого качества. Можно воду пить. Можно не прогонять через фильтры, ее можно пить. Проблема, конечно, в самих инженерных сетях. Сетях, да. Присутствует. А вода у нас практически очищена питьевого качества. Спасибо большое. Вот, кстати, как экономить воду. Советы доброго вечера. Прямо сейчас, дорогие друзья, в прямом эфире мы подготовили несколько интересных слайдов. Я очень хочу попросить Александра Николаевича их прокомментировать. И вас, может быть, даже Олег Викторович. Итак, пожалуйста, слайд номер один. Такой вот первый самый. Для того, чтобы экономить почти 720 литров воды в месяц, достаточно починить сантехнику и плотно закрывать кран. Дело в том, что если из крана капает вода, то минус 24 литра в сутки. Ну, я только здесь могу добавить, что зависит от того, как капает кран. Это от интенсивности его. Ну, как тик. То есть, если... Капает или струйка, или... Это данные капают. Вообще забыли, допустим, у нас многие люди могут открыть кран воды и пойти по телефону разговаривать. А вода что-то тикет? Ну вот. Можно сэкономить, по крайней мере, 720 литров, если просто ремонтировать. Чтобы людей не пугать, можно сказать, если забыть кран выключить, то за месяц вытекет 882 куба воды. Вот так вот, какие деньги. А еще можно, дорогие друзья, сэкономить 150 литров, если отказаться от принятия ванны. Вот о чем мы с вами начинали уже говорить сегодня. Обратите, пожалуйста, внимание, пятиминутный душ – это 50 литров, а наполненная ванна с водой – это почти 200 литров. Все верно? Да, люди у нас в основном как-то не задумываются о том, что одна ванна – это такое количество воды. Все думают, что ванна – небольшой объем. Мы же привыкли, да, привыкли пользоваться ваннами. Это даже не менталитет, это наша привычка, по-моему. Ну это полная ванна, учитывая вес самого и объема человека, наверное, все-таки будет немножко меньше. Немножко меньше. Я не согласна. В зависимости от атака, метр 70, метр 50, еще же метр 20 ванны. Очень хороший комментарий, спасибо большое, я это ждала. Можно ванну меньше поставить, допустим, у меня стоит меньше, я поставил. Вот так вот, хорошо. А вот если использовать насадки-распылители на кранах, как это делают наши зрители в студии, то можно сэкономить до 30% воды, так ли? Ну, конечно. Или, ну как вам сказать, или с дождика как бы водичка текет, или она текет проточно сплошной струей. Ну, мне кажется, производители сегодня уже… Да, максимально уже учитывают. Максимально, да, уже все это учитывают. Когда вода смешивается с воздухом, это, конечно, дает большую экономию везде. Ну вот, до 30%, уже плюс. Ну, еще известное правило, это правило, как чистить зубы, закрывать кран и пользоваться водой из стакана. И таким образом, дорогие друзья, можно сократить расход воды еще на 45 литров, на самом деле. Верная информация? Да. Итак, на 45 литров. Ну и самое простое, это как же мыть овощи и фрукты? Не делать этого под проточной водой, желательно воспользоваться большой посудой. Таким образом, кстати, можно сэкономить до 12 литров. Это такой вот совет, рекомендация для хозяек. Александр Николаевич, а что вот мы упустили? Чего все-таки не хватает в этих советах еще? Как экономить воду дома? Основное, ну, еще такое одно из основных, наверное, следить за сантехникой именно в туалете, за унитазом. Сливным бачком. За сливным бачком, да, чтобы он не тек. Потому что, в основном, в принципе, у всех уже по мере его использования они начинают потихоньку протекать. То есть, если у кого особенно стоит белого цвета, он сразу обращает внимание, что желтый протекает, это значит тикает сливной бачок. Или устанавливать сливные бачки сейчас производятся с двумя режимами слива. То есть, более экономичный и более такой. Вы знаете, наши зрители... Это очень значительный будет экономичный. Ну, у наших зрителей есть другой метод. Я не планировала его озвучивать. Но дело в том, что, как бы, это еще по опыту прошлых программ. Кто-то советует положить в этот бачок полтора литровую бутылку с водой или обычную, или какой-то кирпич. И якобы за счет этого можно очень сильно экономить чистую воду. Так это же можно отрегулировать просто сам. В сливном бачке стоит же система клапана. Объем воды регулируется. Там же регулируется, там можно не обязательно кирпич сложить. То есть, не обязательно кирпич. Можно отрегулировать, будет у тебя наполняться пол бачка. Спасибо большое. Спасибо тебе. Аплодисменты для вас. Спасибо большое. Ну, Олег Викторович, один из самых серьезных вопросов, это какие мероприятия проводит наше жилищно-коммунальное хозяйство с целью эффективного использования сегодня воды, тепла, энергоресурсов? Вы знаете, на каждом предприятии целая программа энергосбережения. В общем-то, есть она областная программа и не одна. И, в общем-то, как мы понимаем, основные вопросы, это все-таки теплоснабжение. Поэтому, учитывая, что у нас в области более 600 котельных, на каждой котельной у нас модернизируются котлы, энергоэффективное оборудование устанавливается. То есть сейчас задача выйти на стоимость гекокалорий 80 рублей. Вот, также очень большая проблема, конечно, это все-таки тепловые сети. У нас их в области 2800 километров. Из них только полторы тысячи, полторы тысячи это в петрубе. То есть, ну, в предварительно изолированной трубе. Остальные тоже, как бы, со временем необходимо менять. Это те основные факторы, которые, в общем-то, влияют на стоимость тепла, которая доходит к нам в дом. Ну, также другие варианты, это все-таки тепло, модернизация жилищная. Какие-то моменты еще по регулировке внутридомовых инженерных сетей, оборудования и так далее. То есть здесь, как говорится, для механизмов для того, чтобы... Ну, задача-то одна все-таки, снизить стоимость данной услуги, любой услуги. Поэтому вот эти все мероприятия направлены на удешевление услуги, в частности, теплоснабжение, водоподача и так далее. Спасибо большое. Вот у нас есть в Вайбере сообщение от Динаиды Павловны. Она задает вопрос, как правильно подавать показания воды. Наверное, у человека какие-то проблемы с этим были? Расскажите нам. Ну, в принципе, показания надо снимать не позднее последнего дня календарного месяца и оплачивать до 25-го числа следующего месяца. Единственное, что я хотел обратить внимание, что... Что многие люди не смотрят показания, какие они оплачивают, а просто приблизительно знают свой расход и оплачивают по 2-4 куба. Это неправильно. Это неправильно. Надо платить фактически, снять показания и идти за них заплатить. Это может... Ну, если так люди не платят, то это потом влечет за собой различные перерасчеты. То есть когда... Ну, человек оплатил меньше, потом в следующем месяце оброна ружица, то есть у него больше расход получился. Потом, когда пришел работник водоканала, перепроверил показания, у него недоплаты выскакивают, и поэтому получается перерасчет. А вот в июне на Гомище не была введена новая система оплаты услуг водоснабжения, которая, в общем-то, внедряется сейчас у нас по всей стране. Что показали вот эти 3 месяца? Удобно это для нас? Ну, это, наверное, имеется в виду АИС расчет ЖКУ. Значит, это в целом система, которая определила, что одно полномочное лицо начисляет все жилищно-коммунальные услуги. Вот, и данная система была, в первую очередь, разработана для того, чтобы все-таки защитить малобеспеченных граждан. Ну, понятно, тарифы растут, они будут расти. И вот эта система ведет учет, значит, оплаты граждан, то есть тот тариф, которым выставляется, и в зависимости уже от этого, исходя, начисляются субсидии тем малобеспеченным гражданам, которые, значит, платят за ЖКУ-услуги в городе более 20%, ну, от общего совокупного семейного дохода, а в сельской местности более 15%. Ну, скажу сразу, что поручено все-таки этот механизм пересмотреть, потому что не совсем, наверное, сегодня же актуален, эффективен. И с ростом тарифов, конечно, это будет пересмотрено для того, чтобы максимально хватить людей, которые, ну, по каким-то причинам, не в состоянии, или у которых большая часть, большая часть, скажем так, семейного дохода пойдет на оплату ЖКУ. Александр Николаевич, может быть, дополните, вот все-таки есть и такие граждане, которые до сих пор не понимают, вот как платить, почему у них вот с новой этой системой появляются долги потом перед водоканалом? Вот причина таких недоразумений? Может, ну, когда при переходе на эту систему, там поменялась немножко, ну, будем так, форма оплаты, то есть коммунальных услуг. Если раньше человек платил за воду отдельно, там за техобслуживание отдельно, за капремонт отдельно, за все отдельно, то сейчас при оплате, допустим, через интернет, или когда человек заходит в коммунальные услуги, сразу же у него первым появляются показания счетчика воды. После того, когда человек ввел показания счетчика воды, далее к оплате предъявляется сумма, которой люди многие думают, что это столько сразу за воду. Эта сумма к оплате появляется за весь блок коммунальных услуг. Вода, в том числе капремонт, техобслуживание и все такое прочее. И чтобы люди не пугались этого. Ну, теперь надо время, да, и привычка, или, по крайней мере, совершенствование системы. Зачастую человек видит, что большая сумма, но не платит. Да, не платит, да получается. А Виталия кажется, что он оплачивает не только воду и все остальные жилищные коммунальные услуги. И попадает в разряд должников, к сожалению. Ничего себе. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, наши зрители сейчас обратят внимание на свои платежи. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, мы вас слышали. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Светлана. Слушаем вас, Светлана. Вы знаете что, я программу смотрела не с самого начала. Так. И колебалась задать вам вопрос этот или нет. А сейчас хочу спросить, вот экономить воду, как же ее экономить? Откроешь кран, не всегда, но бывает такое. Откроешь, она течет рыжая, такого цвета кирпича. Ее пока литров 5-7 не сольешь, нельзя пользоваться. Это где у вас такая вода, по какому адресу? Там район станочных узлов. Район станочных узлов. У вас частный дом или квартира, что у вас там? Нет, это дом. Жилой дом? И давно у вас такая вода? Не жилой, квартирный. И давно у вас такая вода там течет? Ну, это же не постоянно течет она. Но бывают такие случаи, что откроешь и невозможно, даже помыться нельзя. Ее, ну, откроешь кран, течет, 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 со злости закроешь и все, и не пыжешься. Вы знаете, спасибо вам за вопрос. Оставьте, пожалуйста, нашему редактору более конкретный адрес, потому что тема очень действительно интересная. Насколько я понимаю, она взволновала даже наших гостей. Поэтому, пожалуйста, оставьте свои координаты. Ну, а мы попробуем сейчас как-то прокомментировать, наверное, этот телефонный звонок. Ну, я, наверное, попробую, потому что зачастую это происходит, когда меняются, повторюсь, вот внутренние инженерные сети, которые зачастую изношены, у которых бывает такая проблема. Первоначально идет вода. А также бывает проблема, когда порыв происходит, например, ну, водопроводная, водопровода порыв происходит. И тогда тоже после либо замены, либо за песочень происходит. Такие проблемы бывают. Ну, а если это на постоянной основе, то, конечно, это уже надо искать проблему непосредственно в самом доме. Потому что, как правило, вот в таких ситуациях эта ситуация сразу отслеживается, принимаются незамедлительные меры. Поэтому, наверное, все-таки здесь уже изношено из просто внутренних систем инженерных водоснабжения. В любом случае не стоит ждать, а, наверное, действительно стоит сигнализировать как-то. Ну, просто, ну, конечно, это надо звонить в водоканал у нас, это есть служба, диспетчерскую или куда. Просто, как сказала зритель, она сказала, что там 5-6 минут текет, а потом становится вода. Значит, это не постоянно. То есть, может быть, такие еще случаи быть, когда, допустим, проводились какие-то работы в доме, и отключалась вода. Система, ну, трубы, качество там внутри уже, накид, различная. Вот она открывает, она сливается, и потом она идет чистая. Ну, о качестве воды мы поговорим далее в нашей программе. Я напоминаю, дорогие друзья, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель», тема нашего сегодняшнего эфира «Как мы экономим на коммунальных услугах». Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы учимся экономить на коммунальных услугах. Кстати, вот одна из самых затратных статей в этом перечне – это расходы на электричество. Об этом поговорим далее в нашей программе. А пока у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Это вас звонят в город Гомель, Сельмаш, Горбатого, 35 дом. Я живу на пятом этаже, утром стою на работу, не на работу, включаю горячую воду. У меня все время идет холодная вода. Неоднократно обращаюсь в дом управления. И говорят то, что якобы нет капремонта. У нас какое-то вознаграждение неправильное. То есть вы хотите сказать, что у вас в доме нет горячей воды? Нет. Нет. Ну вопрос мы уже поняли. Вы уже понимаете, да? Спасибо вам большое за звонок. Мы сейчас попробуем ответить на этот вопрос. Не знаю. Ну здесь, наверное, проблема одна, что отсутствие рециркуляции воды горячей. То есть... Ну человека нет горячей воды в доме? Нет, нет, нет. Она есть, но я понимаю, надо долго сливать. Поэтому есть такие дома. К сожалению, их у нас в области порядка полутора тысяч. И для данных домов предусмотрена 10% скидка на горячую воду. Поэтому если такая проблема есть, то она решается только при капитальном ремонте. К сожалению, пока здесь другого не будет. Бывают еще вопросы, конечно, что где-то подмешивается горячая с холодной водой. Ну это уже надо обратиться в ЖЭУ, написать заявление и, конечно, обследовать. Но я уверен, что проблема, наверное, все-таки в этом. Нет, но горячая-то вода, я так понимаю, в принципе, существует. Но надо сливать, долго сливать. Пока нету разбора в доме, то есть понятно, что она не идет горячая вода, потому что ее надо поднять горячую. Ясно. Ну, наверное, это из этой категории, да? Ну, у меня, допустим, я живу тоже на пятом этаже, в пятиэтажном доме, у меня тоже отсутствует рециркуляция. Так, как вы спасаете? Все зависит от того, во сколько утром я встаю. И во сколько вы встаю? Если я встаю раньше, чем все остальные жители, да, то я успеваю, будем говорить, почистить зубы, а горячей воды у меня еще нет. У вас тоже экономия 10% на воду? Нет, это не экономия, это... Ну, скидка, да? На стоимость воды из горячего крана 10% дается скидка. Не на горячую, не на подогрева воды, а именно на воду. Ну что ж, спасибо, интересная ситуация. Мы продолжаем нашу программу. Существенно экономить помогут светодиодные лампы. Так утверждает следующий гость. Доброго вечера. Встречайте, пожалуйста, Сергей Владимирович Романюк, директор ГОМИСО предприятия «Светотехника». У нас в гостях. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Очень рады видеть вас сегодня в нашей студии, особенно наши зрители, да. Ну, согласитесь, сегодня технологии шагнули так далеко, что источники света уже давно перестали быть, только освещать, но все-таки это еще и экономия большая. Какие, вот расскажите нам, пожалуйста, Сергей Владимирович, являются самыми эффективными технологиями на сегодняшний день? Ну, если говорить про самые эффективные технологии, то это, конечно, светодиодные технологии на сегодняшний день, которые для того и появились, чтобы существенно, существенно экономить электроэнергию. Как в промышленности, так и в ЖКХ, так и в домашних условиях тоже. Сегодня в нашей студии представлены светодиодные светильники, и, в принципе, мы чувствуем, да, что очень будет скоро светло здесь, но давайте поговорим о другом. Еще вот пару лет назад светодиоды вообще никто не рассматривал, да, вот как нанотехнологии, а что вот изменилось за последние годы? Насколько популярны такие технологии сегодня и такое освещение? Да, действительно, за последние буквально 2-3 года ситуация серьезно поменялась. Во-первых, толчок дал положительный опыт соседних стран, и в частности европейских стран в части использования светодиодных технологий. Во-вторых, за последние действительно 2-3 года очень серьезно стали включаться в программы энергосбережения республиканские, областные и так далее, там, по уменьшению, скажем так, именно замена и уличного освещения, декоративного освещения для освещения парков, скверов. Ну и в том числе и в ЖКХ тоже серьезные стали изменения, особенно вот начиная с этого года и, насколько я знаю, до 2020 года. Ну, стоит задача существенно в ЖКХ именно поменять подъездные светильники на светодиодные. Могу даже привести пример, что планировалось, по моей информации, в Гомельской области замена порядка 21 тысячи светильников. Ну, мы у Олега Викторовича спросим, он, наверное, точно знает эту информацию. Мы планировали столько, уже становились 40 тысяч. 40 тысяч поменяли. И планировали дальше ставить. Абсолютно верно. То есть уже план выполнен на 180%, как говорится. И, как я уже сказал, что эти тенденции, они будут продолжаться. И далее. И мы очень бы хотели, так как предприятие, занимающееся этой тематикой, это одно из наших таких основных направлений, тем более мы достаточно широкую гамму светильников для ЖКХ выпускали, и сейчас ее обновляем, и будем еще обновлять. Ну, соответственно, хотим в этом серьезно участвовать. Вы знаете, а мы хотим очень серьезно услышать сегодня все про светодиодное освещение, о том, какую продукцию, в принципе, вы предлагаете сегодня. Но у нас есть телефонный звонок, придется, да, прерваться, и мы внимательно выслушаем вас, уважаемый наш телезритель. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Аня. Слушаем вас, Анна. Я хочу задать таких пару вопросов. Почему на почте берут за лишние литры воды? Так. Допустим, там 10 литров или 20 литров. Это постоянно, каждый месяц. Вам понятно, о чем говорит наш телезритель? Так. И второй вопрос у меня. Вот сейчас идет по-новому коммунальное. У меня в домоуправлении в расчетном постоянно идут там споры. За это перерасчет воды. Допустим, я за 2 куба с холодной воды оплатила, мне приплюсовывать 0,8. Я приношу квитанции, там этого вообще нет. Я стала спрашивать, почему у меня так высчитывают. Как они? Это так, компьютеры. Это постоянно. Передо мной женщины тоже на полтора миллиона по-старому обсчитали на воде. Вы хотите сказать, что у вас это происходит постоянно? Постоянно в 15-м домоуправлении в расчетном. Спасибо вам большое. Спасибо. И я, извиняюсь, еще третий вопрос. И вот сейчас по-новому говорят, что будут где-то на... Я, может быть, не так поняла. На площадке будут вешать новые щечки на воду. На площадке? Да. Что-то вот я слышала по Минску, там и будут в Гомеле. Я не так поняла. Ясно. Спасибо вам большое. Спасибо очень активная телезрительница. Очень интересные вопросы. Давайте попробуем ответить. Ну, я как бы на почте, когда человек платит, с него оператор обязан принять те показания, которые он сказал. Он может заплатить и за 10 литров, и за 5 литров. Может быть, имел в среду процент какой-то, который берутся за это? Нет. У него же питанция об оплате. То есть, ну, я не знаю, я не сталкивался. Я плачу за воду. Я сказал столько, мне и заплатили. Я проверяю. То есть, проверять сдачу, не отходя от кассы. Ну, если у человека возникают подобные какие-то моменты... Ну, единственное, что человек пускай оставит, может, в редакции свой адрес. И мы разберемся с 15-м домом управлением... Ну, по крайней мере, можно сюда обратиться. Либо в РСЦ по месту жительства. Потому что с внедрением системы, если расчет ЖКУ, все начисления заводу уже производят расчетно-справочные центры по месту жительства. То есть, если человек обратится в водоканал, мы тоже, по мере возможности, если от нас это зависит, мы попытаемся устранить. Если мы не сможем, мы то же самое направим справку или что-то в расчетно-справочный центр, чтобы они приняли сведения и устранили допущенные... Счетчики на площадке не появятся? Не, ну у нас в воде, по-моему, есть пару домов таких, да, где счетчики стоят. Групповые приборы учета, они уже, в принципе, стоят на всех домах. То есть, у людей уже практически 97% в городе и 87% в области тоже расстает индивидуально приборы учета на воду. Поэтому, наверное, пока что-то не то слышало наше все-таки. То есть, мы как бы дали информацию, что этого, в принципе, не произойдет. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Мы работаем в прямом эфире, 34 22 43 наш телефон. Звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям. Хотелось бы продолжить тему про светодиодное освещение, потому что действительно очень экономно, очень рационально. И вот мне интересно, кто пользуется сегодня продукцией вашего предприятия «Светотехника». Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста. Ну, начнем с того, что у нас очень широкая гамма выпускаемой светотехнической продукции. Значит, мы выпускаем, как я уже говорил, светильники для ЖКХ и офисно-административные светильники. Мы можем подойти и показать более детально нашим зрителям, да, что за продукция представлена сегодня в нашей студии. В верхней части представлены как раз вот светильники, модели светильников, выпускаемых сегодня. Это небольшая доля, потому что все вместить нельзя для ЖКХ. Значит, в середине световая панель, которая в офисно-административных зданиях в светодиодном исполнении представлена. Она универсальная, может использоваться как встраиваемый в потолок, так и в накладном варианте. Такого плана светильники, соответственно, используются в различных тоже офисно-административных зданиях, в большем, в меньшем исполнении. Значит, есть промышленное освещение, оно бывает тоже в светодиодном исполнении в том числе. И, соответственно, ее сегодня невозможно все представить, все виды светильников, потому что у нас на самом деле более 260 наименований всех светильников. Что из того, что представлено сегодня в нашей студии, в принципе, может быть в нашем доме, может появиться в нашем доме? Какая продукция? Ну, как я говорил, светильники те же самые для ЖКХ. Вот сегодня компактные светильники, которые широко применяются для именно освещения подъездов, лестничных площадок. Они, в принципе, могут использоваться в домашних условиях. Кроме того, любой из светильников, в зависимости от требований человека, где, то есть в подвале, в коридоре, можно использовать, соответственно, различного на кухне, различного рода подсветки, под компьютер и так далее, можно приспособить вполне какой-то из нашего типа продукции. Кроме того, у нас достаточно широкая гамма представленных светильников уличного назначения. Вот здесь на консоли стоят наши последние разработки. Да, мы все их видим на улицах, да, такие рогатые. Да, и в том числе и такие, и декоративное освещение, вот в том углу стоят уже, они могут быть в различном исполнении, в том числе и светодиодные. Ну что ж, спасибо, эти аплодисменты для вас, присаживайтесь, пожалуйста. Но я бы хотела продолжить этот разговор в другом, наверное, вот таком вот русле. Вот насколько все-таки активно сегодня светодиодное освещение входит в нашу жизнь. Вот именно про наш регион я говорю, про Гомель, про, скажем, районные центры. Что можно сказать? Ну, входит активно, входит активно. Для нашего предприятия это направление, мы его начали развивать примерно 4-5 лет назад, так, скажем, переводить наши светильники с люминесцентного, не теряя и ту нишу в том числе. Соответственно, она сегодня тоже продолжает жить, потому что все-таки люминесцентное освещение, оно тоже по сравнению с лампочками накаливания имеет 50% как бы преимущества, 50% экономию. Значит, ну, естественно, не сравнится со светодиодным, которое, ну, 8, а то и 10 раз экономнее по сравнению с эталонной лампочкой накаливания, которая во всех сегодня присутствует дома. Значит, надо сказать, что вот мы говорим сегодня о светильниках ЖКХ, мы где-то по объективным, где-то по субъективным обстоятельствам. Ну, соответственно, сегодня вынуждены перестраиваться на выпуск нового типа светильников, потому что рынок диктует свои условия, появляются, значит, более дешевые светильники с более новыми технологиями, мы должны соответствовать. Соответственно, ну, я даже могу сказать, что для того, чтобы соответствовать той тендерной системе, которая есть, мы вынуждены были пойти на создание новых светильников. Сейчас в разработке у нас тоже есть наш конструкторский отдел, работает новый светильник для ЖКХ, который должен появиться в первом квартале следующего года. Все это делается для того, чтобы быть конкурентным на этом рынке. То есть это нужно постоянно развивать, продвигать и так далее. Что касательно уличного освещения, значит, здесь вопрос вообще стоит очень серьезно, потому что светильники уличного освещения достаточно дорогие по сравнению с обыкновенным освещением, которое сегодня традиционно пока встречаются в городах. Но при этом они более экономичны. Да, конечно, они более экономичны. Как я сказал, что уличные, ну, где-то если лампочка обыкновенная, относительно лампы накаливания экономит, как я говорил, 8-10 раз, то относительно тех светильников, которые сегодня есть с лампочками ДНАТ или ДРЛ, светодиодная где-то будет экономия порядка в 6 раз. Вы знаете, я бы хотела задать вопрос Олегу Викторовичу. Очень интересно ваше мнение. Все-таки позволяет ли активное использование светодиодного освещения экономить в масштабах региона сегодня? Да, конечно, безусловно, позволяет, потому что я уже говорил, что мы массу установим сейчас как в подъездах жилых домов, так, меняем в лифтах, у нас тут сейчас программа по экономии. Также скажу, что довольно, ну, как относительно 2016 года, если мы, например, в 2016 году закупили только тысячу светильников уличных, в этом году мы уже установили порядка полутора тысяч, то есть это как дает экономию электроэнергии в денежном выражении довольно значительную, так и все-таки экономия в том, что периодичность обслуживания, поскольку срок службы дольше, соответственно, надо подниматься, обслуживать, менять что-то и так далее. Поэтому в этом направлении ЖКХ, в общем-то, довольно серьезно работает, потому что, ну, все прекрасно понимают, что стоимость их на сегодняшний день довольно снизилась, всех этих светильников после того, что было изначально, а экономия, да, она более доступна стала, а эффект, конечно, превосходит все ожидания. Она не то, что даже стала более доступна, здесь еще и другой фактор присутствует. Сегодня для того, чтобы, к сожалению, для производителей светотехнической продукции, ну, не нужно иметь предприятие, которое занимается выпуском светильников. Сегодня достаточно много поставляется в нашу республику комплектующих, так, которые, ну, грубо говоря, при наличии определенных навыков, так, открыв какую-то небольшую организацию, фирму, люди с небольшими навыками могут это делать чуть ли не в квартирных или гаражных условиях. И таким образом составлять соответствующую конкуренцию на конкурсах, тендерах и так далее. Сегодня при любом проведении тендера, соответственно, участвуют от 25 до 40, в зависимости на какой вид продукции светотехнической, от 50 до 40 конкурентов. И, к сожалению, здесь всегда проигрывает производитель, потому что производитель, у него начинается техпроцесс от завоза материала, его раскроя, отливки изделий, гибки там, покраски и непосредственно упаковки и поставки поставщиков. Но ведь всегда побеждает качество, или нет? Абсолютно верно, абсолютно верно. Но что такое тендерная система? Значит, к сожалению, не каждый потребитель, так, он хочет видеть светильник качественно и брать его от производителя. Для многих, в силу определенных обстоятельств, именно решающим фактором является цена, к сожалению. Таким образом, уже многие ошибались, многие обжигались, как говорится, на этих вопросах. И такие светильники, ну, не всегда бывают и с качественной комплектацией, которые дешевые, так. И, соответственно, часто так получается, что поставщик, он не хочет, либо не может нести гарантийные обязательства, что всегда делает производитель. Что касательно нашего предприятия, наше предприятие социального характера, у нас на сегодняшний день работает порядка 63% инвалидов. Из них большинство людей инвалиды по зрению, работников предприятия. Законодательство сегодня позволяет работать с нашим предприятием, как по закупке вот за бюджетный счет из одного источника, то же самое за собственный счет, так и использовать преференциальную поправку в размере 25%. И, к сожалению, не все потребители пользуются этими, скажем так, преимуществами, которые имеются в законодательстве, к сожалению. Но, несмотря на это, мы ездим, делаем презентации, рассказываем, показываем нашу продукцию. Да, сегодня вы у нас на Добром вечере, кстати, есть вопросы от зрителей. Вот, например, Эдуард, он советует поставить такие лампы в наших лифтах, говорит, что будет экономно, безопасно. Я так понимаю, что они уже стоят или, по крайней мере, устанавливаются там активно, да. Артем задает вопрос, как выбрать светодиодные лампы для домашнего пользования и сколько они стоят. Да, я отвечу на этот вопрос. Значит, мы специально для передачи сделали такой интересный анализ. Сейчас за исходные данные мы приняли 60-ваттную лампочку, так, обычную лампочку накаливания, так, и как эквивалент к ней с таким же световым потоком, это лампа светодиодная, мощностью 7 ватт. Мы тоже подготовились и сделали небольшой слайд на эту тему. Я попрошу режиссера показать, а вы в это время прокомментируйте. Да, значит, дальше... Какой вот срок эксплуатации, например, лампочки, да. Эплуатации, лампы накаливания, лампы накаливания всего лишь 1000 часов, так, 1000 часов, значит, это гарантийный срок. Светодиодные лампочки домашнего обихода производители различные позиционируют от 30 тысяч до 50 тысяч часов. Соответственно, если это перевести в года, то есть это 15-16 лет может работать, если взять 30 тысяч часов. С учетом того, что мы приняли, что одна лампочка и та, и другая горит примерно 5 часов в день. Исходя из этого, экономия, вот на слайде видно, за один год составляет на одной лампочке 97 киловатт. За один год в денежном эквиваленте это 12 рублей, за 5 лет 60 рублей. Все четко и понятно. Да, четко и понятно. На одной лампочке это как бы небольшая, кажется, экономия. Ну, давайте тогда, знаете, посчитаем экономию одной семьи, которая проживает в двухкомнатной квартире, где установлено светодиодное освещение. Мы сделали такую ситуацию. Это двухкомнатная квартира, 4 человека, и используется 15 светодиодных ламп. Расскажите, какая экономия? Ну, надо сказать сразу, что стоимость в среднем, стоимость в торговых сетях светодиодных ламп небольшой цены, то есть средней ценовой категории, где-то составляет 4 рубля 40 копеек. Лампы накаливания 71 копеек. Разница существенная. Но вот как раз сымитирована ситуация при 15 светодиодных лампах, значит, те же самые 5 часов работы, как мы говорим, так, значит, человеку надо потратить на 15 ламп порядка 66 рублей, так, для того, чтобы разово поменять все светодиодные лампы в своей квартире. Но экономия в год заметная. Да, зато за год человек сэкономит 186 рублей. Таким образом сразу видно, что вся его покупка, так, в размере 66 рублей, потраченная на 15 ламп, окупится в течение первых 4 месяцев. Дальше лампы будут экономить. И вот следующая строка. За 5 лет человек сэкономит 933 рубля уже, так. Но это не предел службы светодиодных ламп, как я уже сказал. Я знаю, что у них гарантия есть еще, по-моему, несколько. Да, 2 года, как правило, производители дают гарантию. На лампы накаливания гарантий не существует. Они либо горят при покупке, либо не горят. Это известный факт, да. Ну что ж, спасибо, большая интересная информация. У нас есть, да, спасибо. Есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Михаил Павлович. Я слушаю, Телегина, 19 лет. У меня такое. Моя семья не пользуется лифтом, а платит систематически постоянно за этот тип. Я одновременно делаю предложение. Почему вместо кнопки поставить магнитный ключ типа чип, да? Как это мы пользуемся дверными при входе. Я покупаю в домоуправлении этот чип и становлюсь аппетельщиком на лифт. Почему никто об этом не думает абсолютно? А придет время, да. Мне нужен вот, я пойду в плюс чип и становлюсь аппетельщиком на лифт. Давай. Вы знаете, я очень плохо услышала вопрос про чип. Ну, я понял, что чип не кнопку. Ну, в любом случае, спасибо вам за звонок. Очень как-то, да, отдаленно я вас слышала. Ну, я надеюсь, Олег Викторович... Пользуется чипом, захотел поехать, приложил чип. И поехал. И заплатил, грубо говоря, за каждую свою поездку. Да, ну, в частности, да, вот, например, в Грузии есть такие, были моменты, по крайней мере, что заходишь в подъезд жилого дома, карточка банковская приложил, то есть я там несколько... Такой счетчик поехал. Двери открылись, кто-то подождал, еще вместе зашли и поехали. То есть оплата за лифт. Но хочу сказать, что у нас сегодня у нас такого механизма нету, а платите вы за лифт потому, что все-таки, ну, наверное, учитывая, что 95% приватительного жилья, все-таки это ваша собственность. Вы ее купили, грубо говоря, у государства вместе со своей квартирой. Поэтому за техническое обслуживание, конечно, вы будете платить, а за пользование лифтом не платят только люди, которые проживают на первом этаже. Поэтому закон такой на сегодняшний день... Ну, идея же интересная. Да, это собственность граждан. Ее надо, как говорится, поддерживать, ремонтировать, технически обслуживать. Поэтому платить будут. А уже кто проживает на втором этаже выше, будут еще оплачивать за электроэнергию, которая идет на работу лифта. Спасибо. Я бы хотела просто обратиться к нашему телезрителю, с кем мы только что общались, и ко всем остальным. Наверное, вот именно такие предложения интересные, рационализаторские, как раз-таки и влияют на то, что будет завтра. Мы к этому придем. К этому придем обязательно. И это, в общем-то, радует. Мне нравится, что сегодня в прямом эфире раздаются не просто жалобы на работу, а есть рациональное предложение. Мне кажется, вот эти аплодисменты, да, для вас, дорогие друзья. Есть еще один телефонный звонок, мне подсказывает. Добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Слушаем, Андрей. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос по квадоканалу. Так. Счетчики на воду есть показания после запятой, тысячные доли. Стоит ли это писать, ну, когда оплачиваешь? Когда подсчеты делаешь. Чтобы для более точного расчета. Для более экономного, скажем, расчета. Да. Спасибо вам за вопрос. Вот вам еще одно рациональное предложение. Ну, если считать из-за того, что человек должен оплачивать фактические показания, то для более точных расчетов, конечно, лучше, чтобы платил после запятой. Ну, в основном люди округляют для того, чтобы самим не запутаться. Так, а стоит ли считать после запятой или не стоит все-таки? Это может помочь сэкономить? Ну, если вы округлите в меньшую сторону, значит, в следующем месяце больше будет. Если в большую, значит, в следующем месяце меньше будет. Значит, надо ответить так на вопрос. Пишем без запятой, да? Пишем просто без запятой. Спасибо. Ну, видите, людей это интересует. Вот, казалось бы, мелочи, а на самом деле вдруг человек думает, и на это можно сэкономить. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Тема сегодня это «Наша ЖКХ. Умеем ли мы экономить?» Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о ЖКХ и о том, как экономить в быту. О том, как экономят жители нашего региона, есть интересное сообщение в Вайбере. Вот Антон спрашивает, могу ли я отказаться от отчислений за капитальный ремонт, только лишние затраты за коммуналку? Нет, не можете. Не можете, коротко и понятно. Степан Иванович спрашивает, в квартире старой советской батареи можно ли их поменять? Можно. Надо согласовать. Надо согласовать. Хороший очень, кстати, вопрос. Что делать, если в квартире жарко, спрашивает Виктор? Можно пожаловаться в ЖЭО, потому что это быть не должно. Этого быть не должно. Ну, тоже хорошо. Как отказаться от оплаты за лифт, который постоянно не работает, спрашивает Анна? Ну, мы уже отвечали. Отвечали на этот вопрос. Так. И есть у нас телефонный звонок, мне подсказывает. Добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут? Меня зовут Нина Игнатьевна. У меня такой вопрос. Электрощетчики у нас хотят на даче заменить на электронные. Но сказали, что можно только использовать счетчик для русских производителей. Почему? Почему мы не можем купить электрощетчик российский? А вы хотите российский? Он в два раза дешевле белорусского. А вы хотите поэтому купить? Понятно. Спасибо. Я сразу скажу, что здесь, если он находится в реестре, то купить можно и российский, если он находится в реестре. Где уточнить? Ну, это об Гомель Энерго, безусловно, и на Эргосбите. Могут уточнить, им расскажут, какой счетчик. Потому что, конечно, люди правильно. Но ставить надо, конечно, электронные. Это всех я призываю, потому что с вводом атома электростанции у нас будет двойной счет, то есть ночной, дневной. На сегодняшний день индукционные счетчики этого не производят. Поэтому, если обратитесь в Энергосбит, они, конечно, я думаю, на все интересующие вопросы ответят. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Этой осенью отопительное оборудование на пике спроса. Выбор все-таки газового котла действительно очень важный и ответственный шаг, от которого будет зависеть тепло и безопасность дома. А вот как выбрать надежный газовый котел? Поговорим об этом далее в нашей программе с экспертом. Я хочу пригласить в студию директора магазина газового оборудования. Встречайте, пожалуйста, Валерий Владимирович Мельник у нас сегодня в гостях. Добрый вечер. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей компании. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Валерий Владимирович, ну расскажите, как изменилось газовое оборудование в последние годы? Что вообще представлено сегодня на рынке? Газовое оборудование, само собой, изменилось в лучшую сторону. Газовые котлы стали выпускаться более энергоэффективнее. Автоматики безопасности стали делаться так, чтобы действительно это было безопасно для людей. Расход газа, чтобы был уменьшен для того, чтобы действительно можно было экономить людям газ. Скажите, а какие котлы, какое оборудование сегодня пользуется спросом у гамильчан? Что покупают чаще всего? Какие тенденции, скажем? Сказать, что покупают чаще, неправильно, потому что для каждого потребителя есть определенное газовое оборудование. Если это частный дом, где старая система отопления, соответственно, это будет браться напольный газовый котел, так, чтобы он работал. Если же это коттеджная застройка, там, где люди хотят уже навесной котел, где он будет двухконтурный, горячая вода и отопление, тогда, конечно, будет это двухконтурное импортное оборудование, которое устанавливается. Ну, а вообще, что надо знать обычному человеку о газовых котлах, тем более, что сейчас у нас активно идет переход на индивидуальное отопление. Расскажите, пожалуйста, вот что конкретно надо знать? Ну, в первую очередь, для того, чтобы правильно выбрать газовый котел, нужно знать отапливаемую площадь помещения. Также знать объем воды в системе отопления, это тоже играет роль. Высота потолка? Высота потолков. Объем помещения, кубатура помещения. Также при выборе газового котла нужно учитывать, есть ли дымоходы и как они сделаны. Потому что есть множество оборудований газового, которые уже идут с коксиальным дымоходом, как называется. Для того, чтобы выход угарного газа выходил наружу, для этих целей не надо уже использовать старые шахты, дымоходы, вот это оборудование. Вы знаете, предлагаю прямо сейчас, в прямом эфире, рассказать нашим зрителям, чем отличаются напольные и настенные котлы. Мало того, даже показать. Вот так, под аплодисменты. Расскажите, пожалуйста. Дело в том, что напольный газовый котел, это оборудование, которое будет однозначно стоять на полу. И будет 90% оборудования, которое сейчас выпускается, выпускается с итальянской автоматикой. Автоматики действительно безопасные для эксплуатации. Они при пропадании тяги, они отключаются. Если пропал газ, он тоже отключается. Также стоят датчики по нагреву, датчики по перегреву. Практически все всегда оборудование, оно безопасное. Мы говорим про напольный. Это про напольный котел, да. Но это одноконтурные котлы, которые нужно использовать дымоходы шахты. Соответственно, если это навесной газовый котел, конечно, в этом есть плюсы, в этом оборудовании. Мы его разобрали специально, дорогие друзья, для нашего эфира, чтобы показать. Я хочу показать, что в навесном газовом оборудовании есть сразу насос циркуляционный для системы отопления. Это удобная и нужная вещь для равномерного отопления, разгонной системы. Расширительный бак сразу встроенный. Плата управления, газовый узел. За счет всех вот этих устройств, котел, даже если он 24 кВт мощности, его можно настроить как на отапливаемую площадь на 50 квадратов, так и на 200 квадратов. И при этом расход газа будет экономный. Также в котлах есть, если нет шахт, дымоходов, то котел можно просто повесить на стенку. Вы видели, что с дому торчат небольшие кусочки трубы. Это и есть дымоход, который будет турбинно-вентилятор выдувать в гарный газ. Недостатки есть на стенах? Основной недостаток на стенах котла, конечно, в том, что он энергозависимый. Если свет есть, значит будет тепло в доме, будет горячая вода. А если же света нет, конечно, этого ничего не будет. Недостатки в том же, что, допустим, это навешное оборудование, оно подвержено большему ремонту. Оно все-таки за счет того, что все-таки это электроника, она чаще ломается. А за счет того, что это электроника, она не стоит ли дороже? Стоит, конечно, дороже. Дело в том, что, конечно, и само оборудование, оно практически в 2-3 раза стоит дороже. И в дальнейшем его эксплуатация будет обходиться тоже дороже. Из того оборудования, которое представлено сегодня в нашей студии, какое, ну скажем, энергонезатратное или менее затратное, экономичное, скажем так? Понимаете, энергонезатратное. Дело в том, что если напольный котел, он энергонезависимый. Если это старая система отопления, где у людей сделаны уклоны, трубы, конечно, это будет работать независимо. Главное, чтобы был газ. Если же мы берем навесной котел, то в любом случае это будет только. К навесному котлу, конечно, можно подключить вот датчики, которые здесь вот представлены, различных производителей. Вот это экономия будет значительной. Экономия газа при подключении данных датчиков в пределах 20-30%. Это датчики механические, электронные, есть датчики беспроводные. Их можно подключать как к напольному котлу, так и к навесному. Соответственно, экономия значительная. Спасибо большое. Эти аплодисменты для вас присаживайтесь, пожалуйста. У нас есть вопрос от наших телезрителей. Давайте послушаем телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Извините, Валерий меня зовут. Извините. Я не очень сначала смотрел. Дело в том, что мы были в гостях в Молдове, да. И там в многопанельных домах устанавливают собственные котлы и собственное отопление. То есть они полностью не зависят от теплосетей. И сами регулируют, и сами платят. И уже из расхода бюджетного они платят за то тепло, которое они считают нужным. Возможно ли такой вариант у нас в городе Гомеле? То есть в обыкновенной хрущевке, панельке поставить, допустим, котел и отапливать самим свою квартиру. То есть я так понимаю, спасибо вам большое. Мы так понимаем, что вам очень нравится такой вариант индивидуального отопления. И в принципе, ну понятно, но это хрущевка. Что мы можем ответить? Я думаю, что по нормам, которые на сегодняшний день предъявляются к помещению, где должен устанавливаться, как, наверное, в хрущевке все-таки его не установят. Раз. Второе, что необходимо все-таки будет разработать проектно-смертную документацию, пройти экспертизу. Соответственно, что я думаю, что на сегодняшний день в хрущевке данное оборудование установить нельзя. Хотя я скажу откровенно, что я всегда завидую тем людям, у которых стоит тут индивидуальная система отопления. Всегда можно и микроклимат в квартире регулировать, экономить и так далее. Ну, сегодня это очень актуальная тема, да? Сегодня у нас в регионе идет переход на индивидуальное отопление жилья. Как, кстати, проходит компания? Ну, здесь идет, скажем так, не переход, а вот в рамках энергосбережения все-таки мы закрываем не котельные, не энергоэффективные. То есть где-то, где большие, скажем, необходимые теплотрассы, которые отопливают 2-3 дома, мы, конечно, делаем децентрализацию. То есть обрезаем трубы, устанавливаем индивидуальную систему отопления, котлы, делаем систему дымодаления и так далее за счет средств бюджета. То есть энергоэффективные мероприятия, которые позволяют сэкономить деньги бюджета в дальнейшем. Есть несколько вопросов, связанных с котлами в Айбере от наших зрителей. Вот какова гарантия на котлы, спрашивают? Гарантия на любое оборудование всегда в 2-3 года. Это дает гарантию завод-производитель. И все котлы, конечно, они в свой гарантийный срок всегда выхаживают. Нет такого случая, чтобы действительно котлы ломались раньше гарантийного периода. Вы знаете, и дачников очень интересует... Ну, ведь не каждому же дому, особенно в даче, подведена сегодня труба с газом. Можно ли подключать котел к газовому баллону? Вот такой вопрос. Ну, вообще, заводы-изготовители выпускают оборудование, которое можно подключить к газовому баллону. Но у нас в Республике Беларусь это запрещено. И, по крайней мере, не знаю я, что где-то в Гомельской области официально газовое оборудование, газовый напольный либо навестенный котел официально был подключен к системе оснабжения именно ГАРУ, а даже к групповой баллонной установке. Еще задают вопрос о стоимости такого оборудования, спрашивает Анна, наша телезрительница. Если мы вообще рассматриваем оборудование, допустим, напольного газового котла, оно стоит в пределах от 400 рублей и там 600-700. Если же это навесной котел, который энергозависимый, все-таки он стоит от 1000 рублей и выше. Спасибо большое. Вот Алексей Макарович спрашивает, какие технологии находятся сегодня в разработке у светотехники? Заинтересовало светодиодное освещение наших зрителей. Что касательно именно светильников, то, во всяком случае, в следующем году я уже озвучил, что мы хотим в первом квартале получить еще один дополнительно в нашу линейку светильник ЖКХ. И, ну вот видите, сзади стоят наши торшерные светильники для освещения парков и скверов. Хотим, чтобы в следующем году появилась альтернатива нашему вот большому шару. Ну, скажем так, это, ну, примерно такой дизайн будет бутона розы. Вот мне кажется, что это позволит разбавить, скажем, строгость какой-то наших парков-скверов. И, я думаю, что тоже найдет свое применение. Но мы выпускаем не только светотехническую продукцию. Соответственно, у нас, как я уже говорил, еще электрическое направление в части электромонтажного оборудования. И планируем в следующем году модернизировать и поставить на производство достаточно новое устройство именно электрочетового оборудования, которое, я надеюсь, будет востребовано как в Гомельской области, так и в городе Минске и Минской области. Потому что есть уже к этому тенденции. Есть интерес, поэтому запланирован этот вопрос. Также я думаю, что, ну, наше предприятие является единственным в Беларуси производителем пластиковых сидений для залового ожидания, спортивных объектов. Также мы это все можем поставлять и с металлоконструкциями. В нашу линейку в следующем году, ну, мы уже форму изготовили, я думаю, что войдет еще новое выдувное сидение, антивандальное сидение, которое позволит, ну, скажем, разнообразить несколько наших... Сделать уютным просмотр, да, футбольного матча, по крайней мере. В том числе. В том числе и это тоже, да. Сергей Владимирович, вот скажите, как Вы считаете, какие технологии по энергосбережению будут актуальными, скажем, лет через 5-10, и как это вообще отразится на Вашем производстве? Хороший вопрос. Значит, конечно, тут прежде всего все будет зависеть от рынка, все будет зависеть от возможностей, все будет зависеть от технологий, которые будут через 5-10 лет. Конечно, что касательно нашего производства, это, естественно, какие-то светильники, они, ну, или другая продукция, скажем так, выпускаемая сегодня нашим предприятием, будет терять своего покупателя, соответственно, будет сниматься с производства, новое будет более востребовано в новом дизайне, с новыми требованиями. Но это будет светодиодное освещение. Да, я думаю, что это будет в большей степени светодиодное освещение, но сегодня в Белоруссии еще востребовано достаточно серьезно и светильники в люминесцентном освещении. То есть два направления, на которые Вы ставите на ближайшие несколько лет? Ну, дело в том, что сегодня, ввиду того, что вопрос воздействия на зрение человека светодиодное освещение еще недостаточно изучен, в таких направлениях, как именно здравоохранение и образование, запрещено использование пока светодиодного освещения. Да, действительно, сегодня в стране даже есть такая программа специально, которая еще и проводит... Да, да, пока идут исследования. А у вас есть альтернатива? Да, вот что можно предложить нашим учреждениям здравоохранения? Мы предлагаем и поставляем действительно люминесцентные светильники с люминесцентными лампами, с электронными пускорегулирующими аппаратами. Как я уже ранее сказал, что эти лампы, они, если относительно брать лампы накаливания, где-то на 50% более экономные, чем лампы накаливания. А если при этом использовать, как я говорю, электронный пускорегулирующий аппарат, то можно еще дополнительно сэкономить до 18%. Спасибо большое. У нас есть еще телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Добрый день. Меня зовут Галина Федоровна, я житель Гомеля. Слушаю. Скажите, пожалуйста, как можно рассматривать вопрос отопления, если у нас панельные дома и батареи находятся в панелях. Именно в панелях. Они не выходят в квартиру. То есть, получается, мы отапливаем воздух, улицу. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Это типичная вообще сейчас ситуация до сих пор? Да, у нас очень много панельных домов, в которых система отопления действительно встроена в панели. В данном случае, вот сейчас вот разрабатывается программа модернизации жилищного фонда, которая предусматривает, в первую очередь, для снижения теплопатери именно этих панелек. То есть, будет проводить тепловая модернизация жилищного фонда. Это пока рассматривается вопрос. То есть, тепловая инновация, да, называется? Она поможет сохранить? Грубо говоря, утепление. Конечно. Она будет предотвращать, значит, потерям тепла через, грубо говоря, через стены дома. И не будет греть улицу, а будет греть непосредственно квартиру. Спасибо большое. Время нашей передачи, как бы, очень быстро так подходит к концу. Да, но есть очень интересные вопросы. Если можно, коротко. Можно ли поменять счетчик самостоятельно, счетчик на воду, спрашивают телезрители? Ну, в принципе, счетчик на воду. Вообще, замена счетчика должна быть в присутствии работника Гомель-водоканала. То есть, мы должны знать, потому что счетчик опломбирован. Пломб будет иметь право снять только работник водоканала. Да, и поэтому нельзя. Спасибо. Значит, нельзя. Есть очень много вопросов по газовому оборудованию. Вот Степан спрашивает, например, как выбрать газовый котел, чтобы отопить жилой двухэтажный дом площадью 160 квадратных метров? Котел, опять же, даже если будет либо напольное, либо навесное оборудование, котел всегда выбирается с запасом мощности. Это киловатт 20-25 киловатт котел. И опять же, в первую очередь, нужно смотреть, если у человека есть шахты и дымоходы, значит, можно использовать котлы с открытой камерой. Если нет, значит, закрытый. Я думаю, что мы ответили уже и Артему Николаевичу, нашему следующему телезрителю, который спросил, в квартире есть дымоход, какой газовый котел выбрать? Ну, в квартирах запрещено установить. Ну, не в квартире, наверное. Если это частный дом, тогда да, возможно. В доме, скорее всего, да. То есть мы ответили, я так понимаю. И Борис спрашивает, какой котел, напольный или настенный, лучше установить в коттедже для отопления. Ну, в принципе, заинтересовала тема. В зависимости, какие финансы у людей и как сделана система отопления. Если, конечно, система отопления эффективная, как говорил зритель, что стоят новые радиаторы, тоненькие трубы, тогда, конечно, навесной котел будет более эффективно работать. Если же в системе отопления человека старая, тогда практичнее, конечно, ставить напольное газовое оборудование. Ну, я поняла одно, что без консультации специалиста в этой области, наверное, разобраться сложно, какой котел все-таки приобрести. А вот, вы знаете, некоторые домовладельцы спорят все-таки по поводу безопасности газовых котлов. Вот насколько оправданы сегодня такие споры, как все-таки обезопасить себя и сию? Безопасный котел только тот, который не работает. А вообще, все, конечно, оборудование, оно, все котлы, все газовые оборудования, они, как я уже говорил, системы безопасности, системы регулирования. Просто-напросто при неисправности той либо иной автоматики Горгаз будет отключать данное оборудование. Поэтому сказать, что они безопасны все. Вы знаете, вот ваша компания предлагает самое разное оборудование, не только газовое. Расскажите вообще о новинках. Что сегодня интересного есть? Что востребовано? Ну, востребовано, в основном, конечно, навесное газовое оборудование. Востребованы датчики, то, что я уже показывал, опять же, термометры, комнатные термостаты, которые экономят газ. Востребованы вот проточные водонагреватели, которые стоят. Такие с красивыми картинками. Да, стоят. Потому что все-таки это оборудование, которое будет, опять же, как мы говорим в этой передаче про экономию, они будут экономно расходовать, уже газ экономить будет. Потому что запальника в данных колонках нету, работает от автоматического розжига. Хозяин открыл короногрячей воды, колонка зажглась, закрыл, потухла. Все. Как видите, дизайн, конечно, уже... Я смотрю, что здесь есть специальные регуляторы, да, которые позволяют... Да, стоят ручки для... Да, покажите, пожалуйста. Да, стоят регуляторы температуры, регуляторы газа. Также, вот, если это колонка ОАЗИС, стоит переключатель режима зима-лето. В летний период, действительно, экономия газа достигает 30-40%. Также, как видите, стоит ЖК-дисплей, на котором можно выставить заданную температуру. Соответственно, не нужно разводить холодную воду с горячей, что намного продлевает срок службы данного оборудования. Спасибо большое. Очень, действительно, хорошая экономия. Что мне нравится, что сегодня мы нашим зрителям рассказываем не просто, как сэкономить на 2-3%, а у нас даже звучат такие цифры, как 30-40-50-60. Мне кажется, это очень существенно, и вам, дорогие друзья, надо все-таки прислушаться к советам наших экспертов. Сообщения в Вайбере. Приходят, не перестают приходить. Очень интересное сообщение от Романа. Говорят, что специалисты Гомель-водоканала в своих домах не устанавливают фильтры для воды. Это правда? Неужели у нас такая чистая вода? Александр Николаевич? Ну, в принципе, кто сталкивался уже с работой водоканала? Ну, фильтр стоит? У меня не стоит. У вас не стоит. Мы как-то уже говорили об этом, да. У любой води, когда вода проходит через фильтр, который устанавливается в квартире, она уже по своим качествам становится дистиллированной водой. Мертвая вода. Фигурально сказать, мертвая вода. А наша питьевая вода, она содержит значительное количество микроэлементов, которые просто необходимы для нашего организма. То есть, ну, без них организм не будет себя чувствовать. Вот в продолжении есть интересный вопрос от Светланы, мне кажется, удачный. Как узнать о качестве воды в своем доме? Барыкина, 137, спрашивает Светлана. Потому что, ну, действительно, наверное, вода-то разная в каждом доме. Не везде она одинаковые микроэлементы, не одинаковые имеют качество. В качестве воды человек может узнать, если обратиться в Гомель-Водоканал, в лабораторию чистой воды. То есть принести воду? Нет, 6027-76. Телефон. И буквально по телефону могут рассказать о качестве воды на ближней лизащей улице. То есть мы контролируем, есть точки контрольные в городе, их около 200, которых мы ежедневно в течение месяца снимаем, берем пробы воды, сделаем анализы, все такое прочее. То есть если обратиться, то мы можем... Если хотят именно получить анализ своей воды именно со своего крана, то они должны обратиться тоже в эту же лабораторию, написать заявление. К ним приедут наши люди, возьмут пробы воды и дадут заключение официальное. Сколько это будет? Но это делается на платной основе. В Минске интересный эксперимент сделали сейчас на сайте Минского Водоканала. Можно просто набрать свой адрес. Мы пробовали. И тебе показывают качество воды. Они тоже дают качество воды на твоей улице. Они не дают в твоем доме. А на поближайшей точке, где контрольная точка. Ну неплохой тоже опыт. Почему бы не поэкспериментировать? Ну, наше... Надо доработать программное обеспечение немножко. Мы тоже рассматриваем это, я думаю, на сайте будет. А вот, вы знаете, у меня вот вопрос к Валерию Владимировичу. Вот качество воды влияет вообще на работу котлов? Да, конечно. В первую очередь качество воды очень сильно влияет что на работу газовых котлов, что проточных водонагревателей, жесткость. Если, конечно, вода жесткая, соответственно, и ресурс воды. Ну а что конкретно? Какие конкретно параметры человек должен узнать? Какая должна быть жесткость воды, чтобы не повредить такое новое оборудование? Есть ли такие у нас показатели? Есть, конечно, там где-то в пределах 7-8. То есть, наверное, в каждой модели, да, надо смотреть? Да, на каждой модели есть определенные показатели, чтобы оборудование работало устойчиво. Александр Николаевич, а какие вообще задачи по модернизации городского водопровода стоят сегодня перед вашим предприятием? Потому как говорили уже о том, что вода водой, но... Ну, основная задача, которая стоит перед Гомель-водоканалом, это обеспечить город питьевой водой, достаточно, ну, качественной питьевой водой и в нормальном объеме. В связи с этим, ну, проводится модернизация, там обновляется оборудование, вот в данный момент проводится реконструкция очистных сооружений для экономии электроэнергии, что, в свою очередь, отразится на стоимости, на себестоимости воды. Ну, каждый год определенные протяженности сетей пытаемся по мере возможности обновлять водопровод. В данный момент проводится, ну, проводится строительство водопровода в Еремино и в Костюковку, чтобы им более качественной водой обеспечить. Спасибо. У нас есть телефонный звонок, наверное, последний уже в сегодняшнем вечернем эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Галина Михайловна. Слушаем вас. У меня вот такое дело. Я с речицей. Мы живем в доме с 2000 года, и у нас проблема с водой. Нам неправильно сделали или там обратка, или что. Мы, если только отключили воду на ремонт, значит, у нас пропадает вообще горячая вода по стояку. И чтобы она пошла, ее надо периодически сливать. И вот у нас уже с сентябра или с августа, я уже даже не помню, нету горячей воды. Вообще, ее чуть летненькая. Вот. И чтобы искупаться, извините, надо сливать несколько ванн. Ну вот это экономия, да, конечно. Очень хорошая экономия. Мы платим неизвестно за что. Вот. Мы обращаемся в ЖКХ. Без конца мы звоним. И что вам говорят? Я лично сама несколько раз звонила, и мне говорят, ой, от вас никого нету заявочек. Мы вас внесем в журнале, запишем заявочку. Я встречаю соседей, соседи говорят, да мы сами лично ездили, заявочки оставляли. Никому. Я звоню на головное директору, ну не могу, конечно, дозвониться. Я секретарю оставляю заявочку. Так и так, что вот нет водички. Она всем говорит, передает, что вот посмотрите водичку. Как долго? Как долго вы? С сентября месяца? Я на вареньку позвонила, 115. Тоже никакого результата. Так вы скажите, куда нам обращаться и что нам делать с этим? Спасибо, спасибо. Мы понимаем, что несколько месяцев вы, в принципе, да, живете в квартире, где непонятно какая вода, не то горячая, не то холодная. А что делать в такой ситуации, Олег Викторович? В принципе. Есть же закон об обращении граждан, есть определенные какие-то шаги, куда надо бежать. Ну, вы знаете, в данном случае я так уже немножко приоткрою такую нашу тайну, может быть, что в каждом районе вот такое, ну иногда безобразие, называю, происходит. Поэтому скажу сразу, что будет действовать телефон 115. Мы планируем сделать его вначале в рамках города, он как бы есть. Мы хотим объединить всю область в этот телефон, чтобы каждое обращение было зафиксировано гражданина, каждое обращение было, значит, обратная связь, то есть выполнено, не выполнено. И таким образом вот такие вот моменты, когда люди обращаются, нет реакции, они бы как бы фиксировались и находили, как говорится, доходили до конечного результата. И, соответственно, по этому результату мы бы уже давали какую-то оценку. Ну, для того, чтобы вот нашей телезрительнице не ждать появления телефона, что ей надо сделать завтра? Ей завтра надо написать заявление на имя генерального директора Речицкого районного комхоза. И они обязаны в определенный срок рассмотреть и принять меры. Чтобы не бегать по разным инстанциям. Спасибо. Ну, это нарушение закона о защите прав потребителей фактически. Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, что вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. И, наверное, самый важный вопрос. Все-таки что же надо делать в масштабах каждой семьи, чтобы вся вот отрасль жилищно-коммунального хозяйства почувствовала вот эту самую экономию? Ну, вот начнем, наверное, с вас. Как вы считаете? Если нет счетчика на газ, надо его установить. Это заменить газовое оборудование, если оно старого уже производства. Потому что новое более эффективное. Оно более эффективное, конечно. Поэтому даже сделать такие вот минимальные шаги, это уже будет значительная экономия. Спасибо, Олег Викторович. Ну, наверное, что касается квартир, граждан, то здесь первую очередь, конечно, установить энергоэффективные окна, дверь отремонтировать, утеплить, а также все-таки экономить воду, экономить тепло, чтобы меньше платить, меньше нести расходов по дому. Наверное, так. Наверное, считать собственные деньги, да. Научиться считать собственные деньги, конечно. Научились уже. Спасибо. Что касательно осветительного оборудования, значит, надо не пожалеть один раз денег, соответственно, посчитать на калькуляторе, во что это потом выльется, и экономить. Спасибо большое. Если мы говорим про воду, какие ваши будут еще последние рекомендации сегодняшнего сеть? Следить за исправностью сантехнического оборудования, своевременно, и платить за воду. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего эфира и всех наших, конечно же, зрителей и телезрителей. Ну что же, мне кажется, остается воспользоваться советами нашей программы. Надеемся, что все-таки это поможет вам экономить в быту. Это была программа «Добрый вечер, Гомельс», Наталья Волынец. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»